Подростковая жестокость всегда шокирует и вызывает массу вопросов. Цинизм поступков еще совсем молодых людей иногда просто зашкаливает. И то, что порой происходящее фиксируется еще на видео и публикуется в соцсетях, на самом деле ужасает. К сожалению, подобных случаев с каждым днем становится все больше. И почему же вчерашние милые детки сегодня все чаще превращаются в монстров. Разбираем в этом видео. Жестокость поражает. Девочки ругаются отборным матом и избивают свою жертву ногами и руками. Причем бьют по лицу, по голове и по всему телу. Несчастная даже не сопротивляется, что еще больше раз задаривает участниц так называемой разборки. Девочка унижена. Ее судьба полностью сейчас зависит от них. И то, что все это еще снимается на видео, их видимо только забавляет. Потому что во время избиения они угрожают, что это видео они выложат в сеть. В полиции начали досудебное расследование по факту избиения. Как сообщили в департаменте полиции Восточной Казахстанской области, эти события имели место более месяца назад, точнее 1-2 марта текущего года. И данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это у нас хулиганство, которое совершено в группе лиц по предварительному сговору. Данный факт будет расследоваться в полиции Иртышского района города Узкоминогорск. Кроме этого, правоохранители обещают привлечь к ответственности не только тех, кто глумился над несовершеннолетней, но и тех, благодаря кому эта видеозапись попала в социальные сети. Но, друзья, согласитесь, что на эту ситуацию нужно смотреть немного трезво, потому что привлекая этих детей к уголовной ответственности, системно этот вопрос не решится. И здесь, по всей видимости, вина родителей и педагогов, которые недостаточно информированы о том, что на самом деле происходит в социальных сетях. С кем подростки общаются, что смотрят, у них сложился свой интернет-язык, который зачастую непонятен взрослым. В этой связи необходимо повышать грамотность педагогов, родителей в этом вопросе, чтобы они могли проводить профилактическую работу каждый день. И в этом вопросе я считаю важным решением решение Генеральной прокуратуры. Вопрос касается общественной безопасности, а тем более детей. Необходимо провести прокурорские проверки по каждому случаю. И, на мой взгляд, здесь имеются системные недоработки всех органов профилактики. Это полиция, это образование, это здравоохранение, это социальная защита. Не плачь, не плачь. Проблему необходимо пресекать на корню ее зарождения. И самым прекрасным средством профилактики подростковой преступности может стать вовлечение таких детей в центре специального доп. образования и приобщение их к труду. А теперь я обращаюсь ко всем родителям. Помните, что внимание важно ребенку любого возраста, но подростку оно нужно вдвойне. Это был канал Дептатура Закона. Не прощаемся. Не прощаемся. au 0 Шахар Там я ичон! Ичон! Он заборачивает! Понимаете? Слезай сюда! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok